Коньки, каток, болельщики и новые медали. В Новосибирске наградили тех, кто не боится жесткой игры и смело выходит на лёд. Лучших спортсменов и тренеров хоккейных команд поздравили начальник управления физкультуры и спорта Юрий Кабанов и депутат городского совета Андрей Андрейченко. Это пятое подведение итогов, но был достаточно большой перелив. Уже в этом центре мы проводим второй раз. И мероприятие проходит достаточно интересно. Много желающих посетить это мероприятие, даже всех не умещают эти стены. Я думаю, что это будет являться хорошим подспорьем развития и популярности нашего хоккея в Новосибирске. В последнее время развитие любительского хоккея активно поддерживают городские власти. И это не случайно, ведь опыт наших спортсменов уже перенимает Российская любительская лига. Её возглавили такие асы хоккея, как Александр Якушев, Вячеслав Петисов, Александр Коженников, Сергей Макаров. То есть звёзды, мировые звёзды взялись за любительский хоккей. Победа достаётся нелегко, уверены призёры. Это многочасовые тренировки и ежедневный труд. Но чем лучше подготовлен соперник, тем интереснее играть, рассказывают ребята. Мы сначала с ним сыграли, гон засчитали и думали три года, мне очки поделить, или переграть, выбрали, или играть и выиграли. Думать о компьютерах и о других вещах просто некогда, потому что у нас с утра, грубо говоря, есть тренировки бывают. На затулинке проводим такие, на земле, грубо говоря, с обеда до вечера школа, с вечера летим дурнинышкой на тренировку. Нам ещё надо проехать 50 километров, чтобы добраться до тренировки. Ну, так каждый день. Поэтому ребёнок занят, ребёнок живёт в системе. Это здорово. Хоккейная команда «Штурм» тренируется на базе Коченёвской детско-юношеской спортивной школы. По словам тренера, для развития любительского хоккея в районе созданы хорошие условия. В этом заинтересованы глава района и областные власти. Такой серьёзный подход говорит о том, что скоро на небосклоне мирового хоккея зажгутся новые российские имена.